Всем привет! Меня зовут Елена Нечаева, это снова мы, с нами снова Виталий Микрюков. Сегодняшняя тема у нас это модели лазеров, как купить, где выбрать, на что стоит обратить внимание, чтобы не ошибиться, потому что разлет цен огромный, колоссальный, можно там за 150 или даже за 50 бэушные купить, а можно купить там за больше чем миллион и стоит ли переплачивать, допустим, за какие-то европейские бренды? Действительно, лазерных аппаратов довольно много. Сказать, что есть какой-то сейчас единый прямо супер-лидер, который обходит всех, в общем-то, довольно трудно. По поводу европейских брендов могу сказать, что они дорогостоящие, но это связано просто с производством, с рабочей силой, сертификацией и так далее, и так далее. И сказать, что они по качеству в столько же раз превосходят менее известных производителей, во сколько цена увеличена, то здесь это не будет правильно, то есть не настолько. То есть это по силу крутым каким-то, не знаю, центром и так далее, то есть кому важно для имиджа, в общем-то. То есть для удаления тату достаточно, в общем-то, да, просто качественного, хорошего аппарата. В принципе, Китай производит, в зависимости опять же от производителя достойные образцы, но сказать, что, опять же, кто-то из этих производителей прямо обгоняет всех, довольно трудно, они все динамично развиваются и выбирать нужно, исходя из, ну, скажем так, качества оборудования. Параметров. Параметры на самом деле у всех практически одинаково. Есть вариант, что для европейцев тоже китайцы делают? Не могу сказать. Довольно велик на самом деле. Ну, вполне вероятно, да, но они, я думаю, это будут тщательно скрывать. Лазеры за полтора миллиона, они умеют делать большой спектр, то есть они там и удаляют что-то, и нет, нет? Лазеры именно для удаления татуровок и тату, они узкоспециализированные, да, то есть нет лазеров, которые, например, и удалиют тату и волосы, и сосуды, и еще омолаживают, и можно еще, в общем-то, там, что-нибудь сварить где-нибудь на даче, в общем-то, да, то есть такого, к сожалению, или к радости, да нет, в общем-то. То есть лазеры для удаления тату, они специализированы за счет вот этой технологии Q-Switch, то есть ультракороткой вспышки. Они созданы специально для удаления татуировок и татуажа, то есть они такие узконаправленные. Чем они отличаются? Допустим, это те же самые китайские производители, да, потому что все равно их сейчас подавляющее большинство, да, даже когда там говорят, там, не знаю, какие-то российские... То есть вы не скрываете, вы продаете китайские лазеры, да? Это не европейские? Нет, не европейские, это китайские хорошие лазеры. Даже когда говорят, что это где-то там российская сборка и так далее, то есть реально это все-таки будет китай с переклеенными, там, этикетками. Вот, да, поэтому они отличаются, как, в принципе, и автомобили, грубо говоря, да, то есть качеством сборки, качеством комплектующих, надежностью, ресурсом, удобством, но основные компоненты, это, конечно, кристаллы, лампы накачки. То есть это те компоненты, которые отвечают за эффективность лазера, потому что дешевый лазер и, там, более дорогой отличаются тем, что на дешевом вы будете удалять дольше, то есть потребуется большее количество сеансов, эффективность каждого сеанса, каждого процедура будет меньше, чем у более дорогих моделей. Параметры, там, допустим, что чаще увидят, там, длина волны 1064 нм, длина волны 532 нм, какая-то мощность указана, какая-то там длительность вспышки, но на самом деле проверить это все достоверно ни у кого не получится. Проверить 3 наносекунды или 30 наносекунд вспышка у лазера у нас таких секундомеров нет. Проверить. Это только по результату видно? Да. То есть на самом деле, скажем так, можно предварительно оценить качество лазера по непосредственному воздействию на татуировку, да, то есть для этого нужен достаточно большой опыт, просто чтобы можно было сразу, там, с первых вспышек понять, достойный аппарат или недостойный, да. Но в целом для того, чтобы оценить его эффективность, необходимо отследить хотя бы, там, да, первые, там, 2-3 месяца работы, в общем, то есть отследить первые результаты процентов. Получается, мы выбираем лазер обычно смотря на его характеристики на сайте у продавца. Попробовать 2-3 месяца никто не даст. Понятно, но как бы вот, уже говорил, для этого приходится пробовать разные аппараты, да, выбирать и больше скажу, скорее всего, что даже не в факт, что у одного производителя одна модель будет качественной на протяжении длительного срока. Вполне вероятно, замена комплектующих, вполне вероятно, замена кристаллов, там, там, из производства их необходимости, либо экономии, либо удешевления, в общем-то, да, и вполне хорошая модель, заявившая себя у кого-то, например, далеко не факт, что она будет, допустим, через несколько лет точно так же хороша, как раньше. Скажем так, я честно скажу, даже вот, ну, тоже камера, не камера, да, в целом, по качеству кристалла, даже если скажут какие-то параметры кристалла, все равно они в итоге ничего не донесут, ну, такого смысла, то есть тут либо верить... Тогда знаешь, какой вопрос? Ладно, меня меньше будет волновать, что он слабо удаляет и полностью не удалит, чем если он возьмет и там сожжет до костей. Я сейчас утрирую, но на минимальной мощности он вдруг выдаст такую... Вопрос безопасности работы с лазером связан все-таки с методикой, то есть можно работать безопасно, как на, допустим, там, низкокачественных, так и на дорогих, на средних и так далее. И точно так же, да, там, нанести сильные повреждения, получить кровотечение, рубцы шрама, ожоги и так далее, можно как на дешевых моделях, так и на дорогих моделях. Короче, проводим параллель с перманентным макияжем, можно делать фееричные работы дешевой китайской машинкой, машинкой за 750 тысяч, не очень качественной, мягко говоря, работы. Это был Виталий Микрюков, кандидат медицинских наук, если что, все знает о коже, о лазерах и обо всем прочем. Всем спасибо, что были с нами, смотрите дальше, у нас будет много интересного про лазера.